Около 10 тысяч человек посетили двухдневный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который прошел в эти выходы в Северной Осетии. За это время зрители могли наблюдать за красочной церемонией открытия фестиваля и спортивными состязаниями, а также впервые посетить ярмарку продукции северокавказских производителей. С подробностями с фестиваля ознакомит наш корреспондент Зумруд Гамидова. Восьмой фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в этом году проходит в столице Северной Осетии во Владикавказе. Сюда съехались семь делегаций из регионов Кавказа. Кроме того, что гости могут поболеть от своей команды, они могут ознакомиться с культурой и традициями народов Кавказа. Все два дня фестиваля на территории стадиона царила праздничная атмосфера. Мероприятия посещали люди разных возрастов, приходили целыми семьями. С минуты на минуту здесь начнется официальное открытие фестиваля, а пока мы можем ознакомиться с культурой осетинского народа. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Делаю осетинскую косынку, ее старинное плетение. Вот на мне оно по бокам другое плетение, а сама сетка плетется вот так. Культурную программу фестиваля дополнили национальные подворья всех семи республик СКФО. Каждый регион представил свой уникальный характер и колорит. Кабардино-Балкария удивляет национальными костюмами – Северная Осетия, рыцарскими кольчугами, а Саврополья – казацкими сувенирами. Дагестанцы представили здесь всем известные изделия кубачинских мастеров. В этом году фестиваль приобрел поистине космический масштаб. С высоты сотен километров участников праздника поздравили члены экипажа Международной космической станции. С высоты сотен километров от Земли поздравляем вас с открытием 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Одним из самых красочных моментов открытия стало выступление Северо-Осетинского конного театра. Наездники показали элементы джигитовки, а также исполнили на лошадях национальный танец. На официальной церемонии открытия фестиваля присутствовал министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он подчеркнул, что мероприятие по праву можно назвать одним из главных событий региона. Я желаю, чтобы наш фестиваль так, как и дальше, уверенно шел по Северо-Кавказской земле, объединяя вокруг себя не только многочисленные народы нашей Северо-Кавказа, но и приглашаем нашу другую семью и жителей Севастополя, и жителей других региона по Южной Осетии. Олимпийский чемпион подзюдо Хасан Халмурзаев считает, что фестиваль объединил весь Кавказ. По его мнению, такие мероприятия имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения. Это атмосфера, то, что все с Кавказа приезжают. В первую очередь, это объединение Кавказа и то, что и людям праздник такой устраивает. Я, честно, счастлив и с удовольствием нахожусь здесь. Очень красиво и очень хорошо все представлено. Основные спортивные события развернулись на стадионе «Спартак» в воскресенье. Соревнования проходили в традиционных для Кавказа видах спорт. Стрельбе из лука, борьбе на поясах, амрестлингу, переносе тяжести и многих других. Последние несколько десятилетий они потеряли свою популярность, хотя именно из национальных видов спорта выросли десятки чемпионов. Спортивная программа проходит во второй день фестиваля. Более 500 человек принимает участие в 12 видах спорта. Многие из них известные чемпионы Европы и победители Олимпийских игр. Ну а прямо за моей спиной проходит соревнование по борьбе на поясах. Перевозка тяжести на дистанцию, расстояние 100 метров. Участник загружает три мешка весом 50 килограмм, каждый на специальную тележку. Провозит ее, разгружает и финиширует. Нагистан в этой спортивной дисциплине представил Абдулла Каранаев. Атлетически сложный спортсмен из города Избирбаш становился призером Кавказских игр на протяжении двух последних лет. Мы начали поздно готовиться, и после травмы я. Так, да, как я был сегодня готов, я так выступил. Дагестанка Байзат Хамидова не первый год задает тон в прыжковых дисциплинах, выигрывая с огромным запасом у всех своих соперниц. Но в этом году спортсменка завоевала серебряную медаль. Ну все-таки же вот два месяца я как бы тренировалась, хотела показать хороший результат, но, увы, все так сложилось. Соревнования по борьбе на поясах зародились более трех тысяч лет назад. Они проводились во время свадеб и городских праздников. Через некоторое время борьба на поясах превратилась из обычного развлечения в отдельное спортивное направление и стала способом физической подготовки. В этом году дагестанская команда борцов была представлена махачкалинцами Артемом Кримовым, Загидом Гайдаровым и Асхабали Халидовым. Несмотря на то, что стать лучшей дагестанской команде так и не удалось, наши спортсмены, по словам олимпийского чемпиона Гайдарбека Гайдарбекова, выступили весьма достойно. Я думаю, что дагестанцы, они сами по себе, если сравнивать в спортивном месте плане, они всегда были выше, есть выше, у нас больше олимпийских чемпионов по всем единоборствам. Поэтому наша команда очень сильная, но есть некоторые виды, которые мы проигрываем, мы стараемся, чтобы их добавить и улучшить. В результате состязаний в общем командном зачете первое место занялось Северная Осетия. Дагестан расположился на второй ступени пьедестала, а третье призовое место досталось Ингушетии. Церемония закрытия ознаменовалась выступлением творческих коллективов команд-участниц, после чего состоялось награждение команд.